Сумма средних значений. В нашем случае случайная величина равна единице или нулю, то есть пересечения есть на нашей картинке или пересечения нет. И их цель, что для каждого пересечения у нас своя такая, что мы все складываем по всему графу. Отлично! Значит, когда мы с вами просуммируем все это по всему нашему вероятному пространству, то в левой части мы получим не число С, а получим число С, умноженное на В в четвертой степени. Отлично! Что делать с ребром? Оставлю еще речь. С какой вероятностью ребро входит? В квадрат. В квадрат? Абсолютно верно. Так, я неудобно взял R так же как. Давайте я здесь R буду писать большой, а так как маленький. Так, ну и вершина для нее еще понятнее. Что у нее получили? Минус 3ВП. 3ВП. Ребята, смотрите, что мы получили. Мы получили, что вот это неравенство должно выполняться для любого числа P, принимающего значение между нулем. Ну, подставлять вместо P 0 в данном случае неинтересно. Поэтому давайте я здесь уберу то, что прям может равняться 0. Ну, может, конечно, но тогда это будет реверное. 0 больше равен 0. А во всех остальных случаях я могу приспокойненько разделить на что? R делим на P квадрат. Нормально? Минус, минус что? 3В деленное на P квадрат. А, если я беру P очень маленькое, то у меня, конечно, это число будет огромное, но это будет тоже большое. И вот, кстати, у меня из большого числа почитается что? Еще поговорим. Тоже большое. Значит, я не могу сказать, что количество пересечений будет у меня бесконечным. Ну, и правда, все будет в конкретном графе, оно бесконечно все не собирается быть. И я сейчас должен решить такую задачу. Я должен подобрать число P. Напоминаю, я имею право брать любые числа от 0 до 1. Я имею право подобрать число P таким образом, чтобы вот это число было бы побольше. Вот в этом месте есть два способа. Один способ для тех, кто умеет дифференцировать. Такие люди просто берут функцию вот эту, дифференцируют и смотрят, где у нее самое лучшее место, где взять P. Другой способ. Просто я помню, какое число надо подставлять вместо P. Давайте сделаем так. Сначала я углажу тем, кто умеет дифференцировать. Значит, смотрите, рассматриваю функцию F от X. Те, кто умеет дифференцировать, может мне нитку поспитим. Итак, берем такую функцию. И сейчас берем ее производную. Это будет X минус 1, поэтому это будет минус 2 R деленное на X. Здесь X минус 3, поэтому это будет 9 V деленное на X в четвертый. Производная должна равняться 0. Переносим вот эту другую часть. Получается 9 V деленное на X в четвертый. Это 2 R деленное на X в клубе. 2 V делить на 2 R это X. X равно 9 V делить на 2 R. Так? Вот. Хорошо. Ну и теперь давайте все-таки подставим вот это вот значение сюда. Все-таки узнать, какая же величина будет в этом минусе. Поехали. Значит, надо R разделить на X квадрат на 81 V квадрат. И, соответственно, в числителе пойдем в 4 R квадрат. Минус, так, 3 V в числителе и X в кубе в знаменателе. Значит, 3 V я написал. X в кубе в знаменателе. Значит, будет 9 умножить на 81. V в кубе и в числителе пойдет 8 R в кубе. Немного не осталось считать. Смотрите. Тройка сокращается с 9. Значит, в знаменателе получается 243 V в квадрате. А в числителе получается что? 4 R в кубе. Тогда еще на 3 умножить. 12 R в кубе в том, где 2-3. Минус 8 R в кубе. Ребята, 4 R в кубе. Ну что? Ну что? Мы доказали совершенно замечательную штуку. С, больше или равна, чем 4 R в кубе, деленная на 243 V в квадрате. Ну, константа 4 243. Ну, какая есть какая есть. Какая есть, какая есть. На самом деле, в книжке это сделано элегантно. В книжке сказано так. Вот, смотрите. Здесь у нас получилось 9V делить на 2L, да? В книжке сказано так. Подставьте вместо вероятности B число 4V делить на F. Давайте я сейчас это выставить и посчитаю. Тогда не потребуется никакая производная. Соответственно, те из вас, кто не знает производная, будут тогда тоже рады, что они тоже это все принимают. Смотрите. Итак, я вместо B подставляю 4V делить на R. R. Здесь 4V в квадрате делить на R. Соответственно, здесь будет R в кубе. Минус 3V. Вместо R подставляю 4V. Вместо B подставляю 4V, да? 4V в кубе. Здесь R в кубе. Ну, давайте посчитаем, что это такое. 4 в кубе это 64. 4 в кубе это 64. А здесь получается 4 минус 3. Значит, V сокращается. Получается V в квадрате. А здесь... Петя Васильевич, а 4V делить на R точно число меньше единицы? Вот. Молодец. 9V делить на 2M. Оно меньше единицы. А вот это число, которое я подставляю. Какое я еще подставляю? 4V делить на R. Оно меньше единицы? Меньше равен. Совершенно верно. Именно поэтому теорема звучит не так, что всегда количество пересечений больше или равно вот этого числа. А если количество ребер больше или равно чем 4V... Так, давайте я уже эту теорему запишу, потому что мы ее, собственно, меня уже доказали. Если число ребер больше или равно чем четырёдное количество вершин, то количество инциденций больше или равно R в кубе разделить на 64V в квадрате. Соответственно, если у вас количество ребер больше чем 4,5 умножить на количество вершин, то количество пересечений больше или равно чем 4243. Спасибо. Спасибо.